всем привет это канала не гейм 21 подписывайтесь ставьте лайк нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и оставьте комментарии прошлой главе арки в стране варна наконец-то все налаживается но пока все празднуют свою свободу на горизонте маячит новая угроза действие главы происходит через неделю после главы 1051 где взрослая форма козуки мамоноски стала новым сегуном вами это период заживления вану куни а мама способствует восстановлению всей нации в новой главе рассказывается о гибели двух любимых ножен раскрытие загадочного адмирала новых пиратских наградах и многом другом и мы начинаем читать 1053 главу манги в анпис она называется новая енка в первой странице показано мари джо в котором гороссей сильно взбудоражены опубликованным фото и упоминание иди в имени далее дозорный разговаривает по дэн-дэн муши в котором он говорит что они не получали такого приказа как убрать де из имени а фото получили от агента сепи zero герника сама лысый гороссей приказывает перепечатать он не хочет чтобы весь мир узнал об этом они попытались связаться с типографией но все без толку морганс все сделал по-своему и распространил газеты морганс говорит что связь с сайфер пол из вана оборвалась сразу же после того как они заметили корабль большой мамочки и далее говорит что шестерни мира пришли в движение и их не остановить он очень сильно заинтригован он говорит далее что он словно смотрит реалити-шоу и он хочет еще больше грандиозная новость о падении сразу двух енка кайда и большой мамочки далее говорится что она облетела весь мир со скоростью света их мировому господству которая длилась десятилетиями положили конец три пиратских капитана и за это мировое правительство назначила за их головы внушительные награды монки ди луфи юстас капитан кит и трафальгар ло теперь стоит по три миллиарда бели каждый у дон вана люди этих капитанов очень рады за награды а по говорит про кида про ее забавное выражение лица когда он все прочитал команда кида говорит что он мог направиться цветочную столицу и далее киллер говорит что у него может быть только одно на уме и идут праздновать лу говорит что похоже все усложняется здесь говорят о блюдах который будет подаваться на праздничный стол далее тоже все о разных блюдах ужин для сёгуна который там вложили всю душу джимбей благодарит поваров за их труды вся остальная команда направилась в город потому что там очень оживленно дальше говорят там ночью все будет бесплатно ну говорится про разные забавы и еду луфи чоппер и ямато вовсю развлекаются на фестивале брук поет свои коронные песни и теперь начинает петь камурасаки свою лунную принцессу люди кричат принцесса хиори замок подвал робин находится в хранилище где расположена красный понеглиф и туда заходит тенгу сан робин смотрит личную коллекцию тенгу сана это место раньше был его тайным местом для хобби на самом деле тенгу сан совсем другой человек он говорит что править страной утомительная работа он снимает свою маску робин удивлена лицо очень знакомая кузнец говорит что его зовут козуки сукияки отец козуки одина бывший сегун страны вана робин спрашивает что мама чан знает об этом но сукияки говорит что нет и не скажет возможно его вассалы уже догадались сначала он думал что он совершит сипуку робин резко спрашивает про древнее оружие под названием плутон она прочитала в понеглиф и на лабасти сукияки говорит что все верно она находится в вана удон бывшая шахта заключенных адмирал рекоги убивает людей своей способностью и поглощает их жизненные силы также и кинга и квина квин еще брыкается но бесполезно адмирал говорит что при его должности было бы позорно проиграть каким-то командиром и у дозора в этот момент нет людей для зачистки этого бардака звонит дэн дэн муши адмирал морского дозора рекуги по имени аромаки он снял трубку и говорит что он в она далее приказывает прислать военный корабль и не говорить об этом сакадзуки этот адмирал оказался фанатиком сакадзуки и говорит что ему всегда нравился его стиль никаких полумер и он представляет как он говорит ему молодец после того как он принесет ему голову мугивары цветочная столица луфи говорит всем свой тост он говорит что все отлично сражались а кто-то говорит ему что он главное заводила луфи говорил к маме не рассказывать его жителям вана потому что не хочет быть героем и в это время кит приходит крича луфи и говорит что если убьет его прямо сейчас и что то произойдет но дальше луфи обрывает его говоря колючеголовый фейерверк начинается луфи говорит давайте выпьем за то чтобы это был не последний праздник и обняв кида говорит поехали все кричат компай давайте пить и веселиться всю ночь все очень рады и все веселятся прыгают от радости все пьют якут за восхищены пиратами мугивары тем как они веселятся и как устроили большую и дикую вечеринку команда ло тоже веселятся команда кида тоже не отстают кит говорит что не надо втягивать его в это далее показывает газету и говорит что он пришел убить его потому что недавно были объявлены имена новых емко и это рыжеволосый шанкс грандиозный клоун баги черная борода тич ему гевара луфи адмирал рекоги раздражен тем как они закатили вечеринку далее говорит что к сожалению для них дозор сейчас не в настроении особенно из-за того беспорядка что сейчас творится в мире и автор говорит что времена меняются на этом все глава закончилась показали награды и были объявлены новые емко и показали силу адмирала аромаки глава очень имбовая посмотрим что будет следующей главе подписывайтесь ставьте лайки нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и оставьте комментарии всем пока